Сергей Михайлович был сепараторщиком, бетонщиком и зерносушильщиком, а сейчас, в свои 65 лет, трудится аппаратчиком обработки зерна на элеваторе. А тут не очень сложная система. Здесь всего лишь две нори, сепаратор, три вентилятора, два горячих, один холодный. Нори – это которые подают зерно. Одна подает в шахту, другая забирает из-под шахты. Это рабочее место Сергея Михайловича. Он запускает вентиляторы для просушки зерна и поддерживает нужную температуру в шахте – 100 градусов по Цельсию. Смены длятся по 12 часов в сутки. Когда здесь работа закончена, Сергей направляется на помощь товарищам по бригаде и берется за другую. Прежде он был наставником для своего нынешнего начальника смены, который тогда только осваивал профессию. В основном по сушилке он мне подсказывал, как правильно, как температуру держать, как весь процесс сушки. Нет такого, что прям начальник и подчиненный. Ну, взаимозаменяемо, в общем. Эти же сушильщики у нас стоят и на выгрузке вагонов. Ладно, сейчас там, да, выгрузка, все механизировано. Когда я пришла сюда, у нас выгрузка вагонов еще была. Вагон в скрытых вагонах мы выгружали зерно, которое открываешь дверь, и потом мех лопатой оттуда выдвигается это зерно. Это тяжелый труд был. Работник тяжелого труда за выслугу лет и преданность своему предприятию вошел в число людей, которых удостоили высоких государственных и краевых наград. Торжественная церемония награждения состоялась в зале заседаний правительства края. Стаж на работу в области Сергея Михайловича составляет 43 года. За рабочую смену бригада просушивают до 300 тонн зерна. И страна, и край, заметили ваши результаты работы, заметили ваши усилия, заметили ваши проявления, отметили их и таким образом выражают свою признательность и благодарность. Награду за заслуги в пищевой и перерабатывающей промышленности учредили 4 года назад, и Сергей Булгаков стал вторым на этом заводе, кто ее удостоился.